что дорогие мои давайте будем делиться опытом расскажу что сейчас в работе что в каком состоянии вот с этого я начинал то были кроссовочки которые так и не закончены кстати вот по нескольким причинам о них расскажу чуть позже дальше после кроссовок были вот такие вот ботинки они были зимние их я успешно закончил они на наборной подошве рантовая стелька затяжная кожаная поносил я их примерно три месяца как раз зимние февраль-март январь-февраль-март вот три месяца активной эксплуатации есть плюсы-минусы недостатки которые были учтены частично исправлены и внесены изменения уже другую пару обуви над которой сейчас конкретные работы что это за обувь это тоже ботинки выглядит они вот следующим образом вот таким то образом выглядит это ботиночки они тоже на рантовой затяжной стельке их также две все тут в порядке вот обе готовятся подклад у этих кожа то есть это осенне и весенние ботинки хотел изготовить пару на норвежском ранте или ранте и столкнулся с некоторыми трудностями о которых подробно рассказываю на бусти почему на бусти потому что что там не подсказывает что в ближайшее время условно завтра еще раз подчеркиваю условно завтра youtube скажет нам все по разным причинам возможно стороны нашей либо не нашей опережать куда-то надо альтернатив как таковых я не вижу ни там ни века пока что не готова ней индекс дзен не другие площадь из всех альтернатив которые для меня более-менее подходит скажем для того что туда выкладывать видео это бусти туда можно загружать также сделать превью оставлять ссылки писать комментарии так далее попробовал делиться опытом на такой площадке как телеграм там это все дело не работает тут там два варианта либо первый мы загружаем контент видео на youtube и даем ссылку либо полностью загружаем видео это видео очень длинно долго грузится и в итоге мы получаем вкус кучу проблем по загрузке видео она у нас в телефоне зачем нам это то есть многие начали жаловаться о том что видео длинные они короткими не могут быть поскольку они информативные в короткий промежуток времени не получается запихать большой объем информации поэтому что могу сказать переезжаем на бусти там уже есть частично ролики которые я выкладывал подробно рассказываю о изготовлении не кроссовок кроссовки будут чуть позже сейчас ботинки и это все будет на бусе там же будут выкройки вот расскажу чуть подробнее по вот этой паре значит как сказал ранее рант затяжная кожаная стелька толщина стельки 5 миллиметров вверху обуви это у нас кожа кожа хромового дубления промасленная там какая-то как тянется мне нравится цвет ее тоже мне устраивает как была изготовлена эта пара здесь нет ни одного ни одной машины и строчки все сделано руками все прошито все пробито все проклеено все только руками поскольку у меня нет большого опыта в изготовлении обуви это все таки третья пара будем так считать будем так говорили то создать пару обуви без косяков и соответственно с ровными швами с неплохой затяжкой с каким-то там классическим силуэтом без опыта и без наставника который стоял будет тяжеловато так вот чтобы на выходе обувь но имела хоть какой-то приличный вид необходимо продумать все заранее а чтобы продумать тебе надо построить выкройку и выкройка первая должна быть построена от руки а в дальнейшем переведена в электронный вид для чего для того что каждый шовчик каждое отверстие было на своем месте если этого не сделать то будет там кривые строчки и потом волна и неровности и складки и так далее так вот как создавалась именно вот эта пара именно вверх ботинка брался бралась выкройка и выкройка пробивалась именно вот таким вот пробойником это пробойник строчный высечной диаметром 1 миллиметр это нарушает все каноны изготовления обуви то есть по стандартам ты должен создавать отверстие в верхе обуви при помощи иголки чтобы отверстие было минимальным ну и не круглым ни в коем случае чтобы так скажем при затяжке это отверстие не увеличилось я решил нарушить это правило так скажем догму да и вот что у меня получилось никаких расхождений никаких проблем при затяжке я не увидел здесь диаметр один миллиметр высечного от пробойника нитка 0,8 как видите вот одна пара ну в смысле один ботинок вот другой ботинок и с ними нет никаких проблем то есть вот может поближе так закрою лицо может быть так будет видно я фотографию выкладывал в telegram там можно будет посмотреть рассмотреть и шовчики насколько там ровные аккуратные и не шовчики также рассказывал на бусти как формировать отверстие в стельчике с какими трудностями столкнулся они есть поверьте то есть невозможно сразу изготовить идеальную пару обуви придется отшивать еще две такие то есть это будет рабочая как рабочая модель в ней можно будет ходить она будет отвечать всем требованиям нормам обуви не жать не давить будет комфортно нога будет дышать все отлично но есть но и вот об этих но я как раз рассказываю на бусте я рассказывал дальше на том же самом ю тубе но он скоро все жалко будет выкладывать 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 а потом с этим делом проститься в том числе и мне и вам я буду записывать стараться для вас видосы которые должны вам принести пользу как бы а в итоге нет то есть и доступ к им будет либо ограничен либо еще как то как там будет непонятно но не хотелось просто проделать объем работы которые потом с которым надо будет потом расстаться так вот сначала будет вот такая пара обуви это будет у нас ботиночки классические расскажу почему именно там на бусте рассказываю почему именно этот норвежский рант для этой пары обуви не подходит вот именно для этой если может быть кто-то увидел уже для этой колодки хотелось мне попробовать норвежский рант я думал что изготовление норвежского ранта будет несколько проще чем создание обуви на классическом ранте вот на такой вот оказалось нет увы и ах вот такое бывает да какие трудности у меня возникают как я с ними борюсь справляюсь все стараюсь подробно рассказывать каждое видео посвящено определенной теме то есть развернуто допустим никто не озвучивает по крайней мере я не нашел на ю тубе на том же самое какая длина нитки должна быть для того чтобы пришить рант вот есть кто-то в комментариях кто бы мог мне ответить вот длина нитки для 42 размера должна быть такая вот сделаешь столько то будет нормально ни разу не попадалась мне такая информация в литературе в том числе там написано пришиваем рант ну то есть и все сколько нитки нигде не написано не нашей советской литературе не других зарубежной литературе которые загубился нет вот как должен расположить быть супинатор какой длины должен быть супинатор из каких материалов да почему именно так как изготавливается простилка и так далее столько таких вот мелких кажется казалось бы вопросов которые на первый взгляд не очевидны при изготовлении обуви но на них тем не менее придется вам отвечать когда вы столкнетесь с этим то есть я хочу сделать обувь мне нравится носить хорошие вещи пользоваться хорошими вещами но купить я себе него не могу по двум причинам первое либо очень дорого это неподъемно по бюджету либо второе их нет наличие поэтому делаю сам а когда делаю сам не возникает там сколько нитки какая толщина кожи как сформировать там всем отверстие и так далее это все 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 постараюсь подробно рассказать озвучить в каждой теме которую буду выкладывать на пусть кстати там уже есть контент контент приблизительно на месяц буду стараться выкладывать видео на этой площадке на бусте ссылку пока на которой кстати оставлю под видео каждое воскресенье в восемь пятьдесят две по москве вот так вот такое странное время восемь пятьдесят две по москве будет появляться каждый раз новое видео там уже две видоса новых как раз по изготовлению вот этой пары обувь и там уже отснято ну то есть там это промежуточный этап по моему прокалываю отверстие в стельке а здесь уже на почти собрана осталось приклеить там кожаную подошву так что контент я уже записал и каждую неделю будет появляться каждое воскресенье восемь пятьдесят две на бусте появляться новое видео видео не длинные порядка там десяти минут но максимально развернуты и со всем моим так скажем опытом и бэкграундом которым я получаю сталкиваюсь при изготовлении обуви именно на рантовой затяжной стельки потому что если выбрать специалиста профессионала который давно этим занимается для него некоторые вещи то есть обыденные он не видит в этом проблемы то есть они для него нормально и заострять внимание именно на этом не видит никакого смысла для меня это же новая информация и для этого было то есть не очевидно как это сделать а почему именно так и вот этими моментами я стараюсь подробно делиться выкройку на эту пару обуви когда я закончу также будет она лежать на бусте выкройка кстати вот этих вот кроссовок уже есть на бусте то есть надо только хорошо поискать и все остальные выкройки которые я соответственно изготавливаю делаю они тоже там есть но увы не бесплатно по поводу самих выкройек бытует многие так скажем мнение о том как надо стоит изготавливать выкройки стоит не стоит почему стоит почему не стоит стоит ли на этом заморачиваться с какими трудностями вы сталкиваетесь и почему значит выкройка это такой план по которому вы четко четко продуманный план по которому вы действуете шаг за шагом получая готовое изделие если плана нет изделие получается сыроватое и приходится отшивать второе третье изделие с выкройкой тоже так же но но получается более аккуратным и идеальным поэтому особенно новичку которого нет опыта я рекомендую работать уже по готовой выкройке либо построить ее самому то есть вот сел продумал начертил создал плана потом шаг за шагом его последовательно выполняем и тогда получается изделие когда плана нет и это у нас в голове то там мысли и порядок действий путается и получается такая короче не очень хорошая история не продукт а вот так скажем пробник продукта поэтому выкройки делать надо либо покупать готовые проверенные по поводу самих выкройки которые я делаю так дотошно замороченно эпидантично кто бы подходил к созданию выкройки на просторах ютуба я не нашел то есть вот один я такой замороченный в голову стрельнутый что дотошно подхожу ко всем мелочам по созданию именно чертежей выкройки есть ребята делают неплохо но вот настолько заморочен так долго педантично скрупулезно я не видел те кто работал по моим выкройкам могут это подтвердить ну или опровергнуть сказать нет дима ты нас обманываешь итак что хотел сказать наверное то что хотел сказать уже сказал по ботиночкам дальше мысль продолжу это первая пара которая отшивается весеннее осеннее следующая точно такая же на этой колодке из другой кожи будет отшиваться как называется из замши хочу замшу и выкройка будет та же самая будет та же самая колодка единственное поменяется рант то есть он из норвежского станет обычным классическим кожа поменяется на замшу и все и подклад тоже будет кожаный как будет кожаный это счется 2 такая 2 это точно такой же ботиночек и потом это шьют третий вариант это уже будет так скажем что-то из разряда премиум обуви хотя это весьма не бюджетный вариант я хочу вам заметить третий вариант будет из растишки вот все тоже самое колодка та же самая выкройка тоже самое ранг будет классический но верх обуви будет изготовлен из растишки прокрашен вручную вот так вот такой план банан на будущее буквально на наверно все лето поскольку вот эту пару обуви я шью уже месяца три но это не постоянная работа так что каждый день на дне работы я работаю на ней часа по два после основной работы я прихожу еще два часа скажем уделяю созданию что было непросто вот именно в создании этой заготовки обуви не просто было прошить вот эти тройные строчки тех кто хоть раз шил вручную тройные строчки понимает о чем я вроде тебе кажется уже что ты прошил две детали соединены все здорово замечательно можно переходить к следующей участку сборки а здесь нет тут еще на две бросить и ты такой что и в итоге на создание всего лишь вот этих трех строчек уходит столько времени что ты просто морально устаешь вот от этого но выглядят они великолепно мне нравится очень красиво с точки зрения дизайна функционала такого что необходимо именно делать три строчки нет никакого то есть вот на этой паре было всего лишь там две строчки хватило бы думаю и одной шов ручной нитка 0 8 диаметром отверстий единичка все затягивается очень прочно необходимости в тройных строчек нет в тройных строчках нет только той точки зрения что вы хотите эстетику типа я хочу три строчки типа я художник я так вижу вот тогда наверное стоит тогда стоит ну что и я наверно буду заканчивать сегодня воскресенье а завтра продолжу сборку и буду дальше выкладывать контент по созданию данных бутинок и и и